Уже в среду по всему городу начнутся гидравлические испытания. Бобруйские теплосети проверят на прочность коммуникации длиной в 220 километров. Всего в 2020-м специалисты заменят около 6 километров старых труб. Хотелось бы попросить всех жителей города, которые увидят в период этих испытаний какие-то непонятные действия со стороны воды, которая может выбиться из-под земли, какие-то повреждения образоваться, сообщать в диспетчерскую службу телефон, который 78-83-52. Корректировки в график работы теплосетей внес коронавирус. По плану они должны были начаться еще в прошлом месяце. Сроки сместили на май. Сейчас копают полным ходом на пересечении Гагарина-Ульяновской. Задействованы рабочие, экскаваторы, грузовые машины. Земляные работы по скорости тепловой камеры с последующим поднятием плит перекрытия. В дальнейшем будет заменен участок трубопровода. Новая технологическая часть оборудования будет установлена. Котлованы вырыты и на 50 лет в ЛКСМ Ульяновской, Спартаковской, Пушкино-Чангарской. Работы ведут и по ремонту, и по реконструкции. Последние штрихи остались на шиной. Здесь проложили временную теплотрассу. Новые коммуникации должны прослужить три десятка лет. Меняют на так называемые ПИ-трубы. Сверху черный слой пластика, под ним изоляция. Это защищает железо от ржавчины. Отключение горячей воды в Бобруйске начнется уже с 20 мая. В числе первых – Первомайский район. Продлятся работы, как сообщается, вплоть до сентября. Подробный график можно найти на сайте госполкома. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.